итак значит самостоятельное маленькое техобслуживание автомобиля хендей solaris заменим масло заменим воздушный фильтр и заменим салонный фильтр первое что нужно сделать это прогреть автомобиль до рабочей температуры прогрели машинку глушим далее если у кого есть яма или подъемник можно ими воспользоваться у меня есть вот такая вот стоечка две штучки и я использую подкатной домкрат чтобы полностью вывесить машину следующим шагом откручиваем защиту картера у кого она есть у кого ее нет видим сливную пробку ключ на 17 и масляный фильтр откручиваем гайку но она конечно не так легко откручивается я уже тут ключом сливаем в емкость наше отработавшее масло чтобы масло легче вытекало откроем маслозаливную крышку и подождем пока немножко сольется так вообще масляный фильтр должен откручиваться от руки но его могут сильно затянуть поэтому я использую вот такой вот съемник надеваем его на фильтр через трещотку либо через другой ключ проворачиваем куда нам надо и дальше уже снимаем от руки пока сливается масло можно поменять воздушный фильтр и салонный салонный использую оригинал не намного дороже аналогов но зато бумага точно будет качественно салонный фильтр у нас находится в бардачке чтобы достать фильтр нужно повернуть кронштейн в горизонтальное положение и аналогично с другой стороны открыв бардачок мы видим вот такую конструкцию отопителя салонный фильтр у нас находится под под этой планочкой чтобы ее открыть здесь есть вот такой прижимчик раз и другой стороны планочки снимаются достаётся фильтр на фильтре вверх то есть сразу смотрите чтобы потом поставить правильно достаем и смотрим и у нас куча мусора листьев жуков и пауков в общем своевременно меняем ни в коем случае не выбрасывайте вот эту рамку вместе с фильтром на новом фильтре нарисована стрелочка направление воздуха если он может смутить то что здесь нарисовано вверх стрелка здесь она может быть вниз фильтр можно поставить как так так и так поэтому если сомневаетесь куда идет направление воздуха включая обороты печки и берем какой-нибудь любой листочек бумагу полиэтилен воздух у нас дует сверху вниз соответственно направление воздуха у нас сверху вниз и стрелочка указывает вниз выключаем печку устанавливаем фильтр новый в нашу рамку которую мы не выкидываем так фильтр в рамке и просто вставляем рамочку на место где она была задвигается она легко берем нашу планку и просто защелкивая все на месте обратным образом собираем бардачок наслаждаемся чистым воздухом также пока сливается масло можно поменять воздуха раз два защелка приподнимаем верхнюю часть закрепляем и смотрим вот у нас фильтр уже запылен и в корпусе листики я фильтр меня как можно чаще воздушной поэтому ставлю корейский оригинал cortex вот мой номер кому интересна поскольку меня часто но не хочу переплачивать за оригинал проверяем чтобы не было нигде щелей чтобы все было плотно и собственно замена воздушного фильтра так остатки масла еще стекают можно пока закрутить фильтр я использую только оригинальные фильтры масляные чтобы избежать лишних проблем обязательно целлофанчик чтобы он не пылился масло у нас turbo sin 530 я его использую с самого начала даже когда машинка еще была на гарантии я приводил свое масло заливаю масло фильтр перед первым пуском чтобы насосу было проще прогнать масло и сразу создалось давление и система смазки заработала это не обязательно я не знаю но в общем мне кажется что это полезнее чем пустой фильтр новый фильтр у нас на месте теперь нужно закрутить пробку надо обязательно ставить новое колечко то есть есть болт и у него есть вот такое алюминиевое колечко при каждой затяжке при каждой замене она прожимается и деформируется поэтому ставить до нового затяжка от руки головка на 17 небольшое усилие и достаточно чтобы не сорвать резьбу все теперь нужно залить масло после установки и заливки масла установки фильтров и заливки масла запускаем машину и проверяем чтобы нигде ничего не текло так заливаем примерно три с половиной литра маслица убираем в сторону машинку заводим немножко катаемся и потом уже проверяем по щупу уровень то есть если нужно немножко доливаем лучше не переливать то есть полностью канистру не надо итак маленькое то у нас завершено поменяли масло поменяли воздушный фильтр поменяли салонный фильтр то есть теперь можно десять тысяч смело ездить всем спасибо за внимание всем самостоятельных то